сегодня будем разбираться с расходом топлива в пухлом тяжелом снегу в мокром и расходе масла на тачке axis 174 так мы заправили под горловину перед тем как поехали в горы бензина сейчас у нас в горловине показывает резерв масло еще пока не смотрели я взял с собой одну канистру и вторую в каждой из них по 21 литру бензина сейчас мы посмотрим сколько на 65 километров мы съели бензина по пробегу я сейчас посмотрел 65 километров из них где-то километров 30-35 это укатанная трасса до места катки то есть по сути 30 километров пухлом снегу и укатанная трасса 30 километров так что сейчас заправлю и мы с вами посмотрим итак первая двадцатка заливается я думаю что она зайдет вся полностью а вот со второй будем смотреть уже по тому сколько туда влезет я думаю что должно влезть литров 30 35 тогда в канистре должно остаться совсем мало 5 литров но по факту сейчас посмотрим ну что же вот мы и заправили полный бак у нас полностью он заправлен под завязку сейчас покажу он бензин полностью его залил до самого конца и у нас получилось одна канистра у нас полностью ушла 21 литр во второй канистре осталось думаю что не более 5 литров поэтому мой вывод таков что 35 литров он съел где-то на 65 километров вместе с 30 километрами пухлого снега но и теперь посмотрим на 35 литров сколько он съел масла итак смотрим масляный бачок у нас был заправлен полностью под завязку съела у нас где-то вот так вот столько у нас осталось масло то есть сейчас мы будем отмерять у нас вот она канистрочка и получается у нас одно деление от верха одно деление это получается у нас так в литрах до 1212 два три и четыре литра сейчас 4 литра масла в нем чуть даже больше четырех раз два три они три с половиной литра три с половиной литра сейчас мы будем отливать и смотреть так ну что же вот мы залили мы видим что у нас осталось масло два с половиной литра то есть мы залили литр с небольшим то есть она получилась под горловину значит у нас получается консистенция смешивания масла с бензином как в книжке практически 1 к 4 ну может быть там с маленьким огрехом на то что мы катались в очень глубоком пухляке и в максимально запредельных режимах катки я думаю что если бы мы катались в более простом снегу расход масла был бы еще меньше поэтому в принципе все заявленные характеристики подтверждаются ну а мы увидимся в следующий раз на этом мы пока заканчиваем наш обзор пока